всем привет с вами карьер и сегодня я вам покажу топ 8 хорроров на данный момент ну по моему мнению конечно но то же не заставим ждать давайте начнем итак на 8 месте располагается игра Dying Light извините если неправильно назвал итак Dying Light разработала компания Techint и издателем стала Vernon Bros игра выпущена 20 января 2015 года то есть несколько дней назад итак действие игры разведется в городе под названием Харан в городе произошла вспышка неизвестного вируса что повлекло за собой мгновенное заражение населения главный герой Кайл Крейн а противник под прикрытием попадает в Харан с некой миссией он оказывается посреди самой настоящей войны где с одной стороны банда главарезов во главе с Кадиром Сулейманом а другая группа трейсов пытающихся выжить на сего месте располагается игра под названием Island Isolation разработчиками игры является Крейд Ассенли и игра издателем является Сега вот и дата выпуска 7 октября 2014 года тоже не так давно итак, сюжет спустя 15 лет после событий фильма Чужой дочь Эллен Рейли Аманда как и ее мать работает на Вайлент Ютане служа техникам на космических буксах она не оставляет попыток узнать о судьбе Эллен и старается не погибать тот сектор космоса где буксир настройма на котором была ее мать был замечен в последний раз представитель компании Андроид Кристофер Сюмуэльс связывается с Аманда и сообщает что на списанной торговой станции Севастополь принадлежащей корпорации Синсон находится в черный ящик Синстрома он угаривает Аманду присоединиться к его команде из компании чтобы забрать самый пищев Аманда Сюмуэльс и представляющая интересы компании юристской мини трейлер на грузовом корабле Туренс корабль того же класса что и на Строма но более поздние постройки под руководством капитана Дианы Вэллен полетает к Севастополю который находится в районе Зетосетки на орбите газового гиганта они обнаруживают что сквозь сильные памяти сообщают что на Севастополе чрезвычайной ситуации принять Туренс они не могут тогда Аманда Сюмуэльс и трейлер наде скафандр и по тросу пытаются перебраться с Сторонса на станцию но отклонившийся от Севастополя обломок обрывает рост и отделяет Аманду от остальных и так на что вместе располагает себя Amnesia and Making 4 Pigs игра разработана компанией The Hains Room и издала ее Preston Games 10 сентября 2013 года Есть игры происходят в ночь 31 декабря 1999 года на 1 января 1900 года Этот сюжет повисует о промышленнике Асфальде Мэндусе подхватившем во время путешествия в Мексику загадочную лихоракуоль Бежав в ряду Асфальде мерещится образ некой машины способной исправить пороки и грязь этого мира способна ей подарить новый мир, чистый и непорочный Мир это машина, машина для свиней, предназначенная лишь для их убоя Вот та философия, то мирозрение, которое прочно укрепили сознание больного предпринимателя Ну а на пятом месте располагается игра под названием Slender The Aerial Игра разработана компанией Blue Earth Studios И издателем этой игры стала уже та же самая компания Игра выпущена 26 марта 2014 года на компьютеры А уже в сентябре она вышла на PlayStation и Xbox Сюжет У владельца дома около парка Oxide Чарли Мэдисона пропадает сын Чарли Мэдисона-младший Чарли пытается найти сына, но попытки были безуспешны От горя от него уходит Диана, скорее всего жена А сам Чарли впадает в депрессию, сопровождающуюся индукционациями Позже в доме Чарли возникает пожар, и он погибается в подвале дома у души Судя по запискам в конце игры, можно предположить, что Чарли сам устрел подражает Так как больше не мог терпеть душевную боль Позже на месте сгоряющего дома построили новый дом, где некоторое время жила Кейт вместе со своей матерью Мать Кейт умирает, а сама Кейт выставляет тот дом на продажу Позже и Кейт начинает приходить письма от ее давнего друга Си Эйр, который делится своими воспоминаниями из детства и странными коллекционациями Кейт сообщает ему, что позже видела похожие коллекционации Си Эйр иногда присылает письма, написанные на обычной бумаге, если не повадок с компьютером и телефоном И так, ну а на третьем месте, ой, на четвертом, располагается игра Five Nights at Freddy's Разработчиками этой игры является один человек, Скотт Коутон, издалку участвовать в ОМОН И в 8 августа игра вышла на... В 8 августа до 14 года игра вышла на ПК А уже к концу августа и в начале сентября на Android и iOS И так, сюжет игры такой Главный герой по некоторым версиям, Майк Шмидт, устроился на должен охранник офицерию Фредди Фазберс Пицца Скорее всего, является схожим с Cheese Голосовые сообщения, отправленные Майку и его предшественникам Объясняют, что персонажи аниматроники, использующиеся в ресторане Способны свободно предупреждаться ночью, так как, если они будут отключены долгое время Их сервоприводы заблокируются Она также упоминает, что им более не дозволно ходить по пиццерии днем Из-за так называемого укуса 87 В ходе которого, кто-то из детей потерял лобную долю мозга По одной версии, Лис Фокси укусил ребенка По другой, доказано, это был Голден Фредди Или Золотой Фредди Золотой Фредди также предупреждает игрока, что если один из роботов заметит человека И усменить его, как это скелет, в механическую опору Служивший скелетом для костюмов сверей Или иначе, не заделанную игрушку И попытаться с силой запихнуть его в костюм Медведя Фредди Что убьет человека, так как костюм содержит много проволок, железа и тому и так далее Ну а на третьем месте, у нас располагается игра Вторая часть, после Five Nights at Freddy's Five Nights at Freddy's 2 Разработал, опять же, ее Скотт Коутон и выпустил сам же Игра вышла на ПК 10 ноября за 14-го, на Android 13-го, а на iOS 19-го Итак, сюжет Главного охранника зовут Джереми Фиджерайт Джереми устроился на должность охранника на счетную смену для охраны аниматорников пиццерии Фредди Фазберс Пицца От прошлого охранника впустят жалобы на то, что аниматорики пытаются пробраться в офис, поэтому его перевели на дневную смену Джереми предстоит выживать с 12 до 6 утра 8 минут 37 секунд реального времени В течение пяти ночей Шестая, седьмая, восьмые бонусные После шестой ночи пиццерия закрывается Охранника переводят на дневную смену На седьмой ночи заступает Фрид Смит, которого позже увольняют за то, что он работал Ой, за то, что он мешался в механизму аниматорников Это объясняет, почему мы насраем твоим сложности седьмой ночи Чтобы заметить, что iPhone Guy звонит нам все ночи кроме седьмой Говорит, что шестую ночь мы будем работать дневной сменой Так как будет день рождения и он возможно заменить его на седьмой ночи И на после шестой ночи случится укус восемьдесят семь Из-за чего одинненок потерял лобную долю мозга Также, судя по этому звонку, можно предположить, что Phone Guy на самом деле Фрид Смит Итак, а на втором месте у нас располагается игра под названием Outlast Vastel Blower Эту игру разработала компания Red Barrels и издала ее уже она сама Итак, игра вышла 6 мая на ПК Шестого и седьмого на PlayStation 4 на Xbox 19 июня И что ж, теперь сюжет Здесь разворачиваются примерно за сутки до начала событий оригинальной игры и в дальнейшем частей с ними пересекаются Данный герой в Балант Парк приходит в себя в комнате, в которой находится большой экран Затем его понимают и усаживают на стул перед экраном, на котором начинают появляться различные изображения Как позднее выясняется, это был морфогенетический тест Начинается flashback и показываются события за два часа до этого Что будет дальше, вы можете посмотреть у меня на соотношении Ну что же, а мы идем к первому месту Ну а о первом месте я расскажу вам немножко поподробнее Итак, первое место занимает у нас игра под названием Outlast И опять же, разработчиком этой игры является Red Barrels и издателем тоже она Игра вышла 14 сентября 2014 года на ПК На ПК 4 5 сентября 2014 года на Xbox One 18 июня 2014 года Итак, журналист Майлз Акшер в поисках сенсации прижает в психиатрическую лечебницу Маунт Мейсер О деятельности которой вертится множество слухов К своему удивлению, Майлз обнаруживает, что лечебница никем не охраняется, а все входы в нее закрыты В дальнейшем лечебницу через окно, Майлз видит весь ужас, происходящий в ней Повсюду разбросаны расчеледленные трупы, а по коридорам бродят спятившие и изуродованные пациенты Среди всех этих сумасшедших встречается некий священник Мартин, пропагандирующий культ вокруг божества, называемого Валрайдер Бывший охранник лечебницы Крис Оркер, похожий на большого громилого мунтанта И напряжение всей игры, преследующий Назер для того, чтобы убить И врач Личер Траггер, Сагис, используя чей пациент для своих хирургических опытов Да Видясь по коридорам лечебницы, главный герой узнает, что Анализ предкрытия научного института Мерков Для проведения незаконных опытов с целью получения нового вида людей Облаздающих сверхпособностями Вскоре Майер осознает, что под лечебницей располагается научная лаборатория Мерков Исследуя лабораторию, он натыкается на таинственный темный загусток Похоже на туман, который преследует его и убивает попавшего под руку Криса После чего он скрывается Майер движется дальше и находит ученого, доктора Рудольфа Верники Который рассказывает о проекте Валрайдер и о загадочном звуке Билли Единственном выжившем в ходе экспериментом подопытным После этого он просит репортера убить Билли Для этого необходимо отключить подачу воды и электричество от капсулы, в которой хранится его физическое тело После того, как работа сделана, Билли начинает избивать героя, подбрасывать его на большую высоту и вселяться Репортер падает, ломая ногу и среди он пытается покинуть лабораторию В дверях на выходе его встречает доктора Верники В окружении спецназа Который расстреливает его В конце слышна фраза доктора Гот им Хаймел Теперь ты его хозяин После чего Слышны крики, стрельба Солдаты звуки, издаваемые Валрайдером Концовка Остается открытой Однако Из дополнения К игре может предложить, что Майлз не погиб Так как в конце А вот у нас востел Гловар Мы видим хромающего Майлза Рапшера В которого вселился Валрайдер Ну что ж, если вам понравился этот ТОП То вы можете подписаться на канал Поставить лайк под этим видео А с вами Борикард Всем удачи, ребята Оставляйте коменты Всем пока